О том, как защитить права судовладельцев, говорили в Петербурге на международной конференции практические аспекты морского судоходства. Форум прошел уже во второй раз и собрал ведущих юристов, представителей судоходных компаний и органов государственной власти. 15 ноября завершается навигация на Неве. Предварительные итоги показывают положительную динамику. Управление морского речного надзора выявило 90 нарушений правил плавания без серьезных происшествий. Для сравнения, в 2013 году в России произошло более 2,5 тысяч аварий на морских и речных судах. Было отмечено, что судовладельцы по-прежнему неактивно доносят свои проблемы и инициативы до законодателей. Одна из последних острых тем – изменения в законодательстве, связанные с безопасностью плавания, которые коснулись практически всех владельцев судов. Рядом депутатов и сенаторов внесен законопроект, который позволяет исключить маломерные суда из действия самых жестких норм, касающихся безопасности. Просто для того, чтобы малый бизнес, который связан с этими маломерными судами, он мог более легко и свободно работать. Волнуют судоходные компании и сложная система контроля и проверки при пересечении государственной границы. Целый спектр контрольных операций критически сказывается на простаивании грузов. Тем не менее, судоходные компании становятся все более подкованными в правовом поле. Появились некие излишки капитала, которые позволяют им перетекать именно в судоходство. И те люди, которые занимались банковской деятельностью, они с таким же подходом, с теми же знаниями, они пытаются строить свой бизнес в морской отрасли. То есть, естественно, все более и более цивилизованным становится морской бизнес. Конференция в очередной раз показала, насколько важны вопросы защиты судовладельцев, особенно в современных условиях. На каждой конференции, на каждом семинаре мы напоминаем слушателям о том, что есть возможности обращаться как к депутатам, так к морской совет, так к нашим представителям Совета Федерации с тем, чтобы совершенствовать законодательство. Ну, я думаю, что по мере того, как экономика, будет морского транспорта улучшаться, соответственно, все чаще и чаще будут обращаться к нам, ну и, наверное, тоже, в общем-то, привыкнут обращаться к юристам. Работа конференции разделилась на несколько секций. Обсуждались вопросы, связанные с глобализацией контейнерного рынка, развитием портовой инфраструктуры и последствиями санкций Европейского Союза для российского судоходства. Завершился ежегодный открытый слет юных моряков. Более 200 воспитанников детских морских клубов и классов продемонстрировали свои способности в соревнованиях по морской, физической и войсковой подготовке. Среди участников – юные моряки из Петербурга, Ленинградской области и Пензы. Слет открыли в детском оздоровительном лагере на берегу озера Зеркальное. На флагштоках подняли знаменные флаги команд. В первый день юные моряки наслаждались красотой природы, великолепными видами, прогуливались по аллеям и дышали целебным воздухом. Но большинство готовилось к соревнованиям. На площади команды совершенствовали строевую подготовку, стремясь к шагистике одолеть будущих соперников. Я считаю, что наша команда самая лучшая. Мы стараемся для этого все делать. Я считаю, что это здорово – отдавать долг своей родине, служить верно отчизне. У нас существуют в школе морские кадетские классы. Мы очень много тренируемся и стараемся делать все то, чтобы быть самыми первыми всегда и самыми лучшими. 17-й слет юных моряков собрал 21 команду из клубов, классов, военно-патриотических объединений и кадетских корпусов. Заниматься морской наукой хоть и сложно, но интересно и перспективно. Я учусь в морском классе. Это очень интересное занятие. Самая вообще военная деятельность. Вообще, что мы живем в такой столице, морской столице России. Это очень даже значимо, так сказать. Гордимся. Трудно, конечно, но справляемся, находим все силы, тренируемся и все лучше и лучше начинаем. Помимо строевой подготовки, готовились к состязаниям вязки морских узлов. Молодой моряк знает и может завязать в среднем шесть узлов. Если кто-то забыл, как вязать кинжальный или восьмерку, поможет преподаватель. Константин Москаленко в недавнем прошлом выпускник морского класса. Продолжил обучение в морском техническом колледже, отслужил на Балтийском флоте и решил вернуться и передать свои знания молодому поколению моряков. Восстановился в морском техническом колледже. С удовольствием продолжаю учебу. То есть, многие говорят, что после армии ленится, ничего подобного. Наоборот, вдохновило и учеба стала намного лучше и интереснее. Сейчас дальше, в дальнейшем, продолжаю поступить в университет имени адмирала Макарова. Сейчас педагог в детском клубе юных моряков «Навигатор» и продолжаю, и хочу продолжить обучать детей этому. Потому что знаю, что им это понадобится, это полезно. По словам участников, такие мероприятия крайне необходимы, чтобы собраться, пообщаться и показать, кто чему научился за прошедший год. С этим же мы укрепляем и здоровье детей, что очень важно сегодня в школе, потому что вот даже на этих мероприятиях вы посмотрите, сколько здесь и спортивных соревнований, все это на воде очень полезно. Многие клубы проводят летние оздоровительные лагеря, все лето работают с детьми, они не только соревнуются, учатся, но они в первую очередь набираются здоровья, отдыхают за лето. Программа «Слеты» была разнообразна. Юные моряки состязались в гребле на шлюпках, в такелажном деле, швартовых операциях, в влажном семафоре. Собирали, разбирали автоматы, соревновались в умении ходить строем и бегали на длинные дистанции. Слет, как всегда, прошел ярко и интересно, а победителям соревнований вручили заслуженные награды. Аукцион работ современных художников и дизайнеров провели в Петербурге. Торги прошли в необычной обстановке на борту водного трамвайчика. В мероприятии приняли участие известные коллекционеры, антиквары и любители искусства города на Неве. Аукцион, организованный известный Петербургской галереи, проходит не в первый раз. Неизменно он привлекает самых утонченных ценителей современного искусства. В этот раз на теплоходе собрались известные коллекционеры, галеристы и любители живописи. Уникальный формат аукциона всех настроил на увлекательное путешествие по осенним рекам и каналам Петербурга. Когда приходишь в галерею и видишь яркие цвета, ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает. Мне конкретно не хватает света. Света в нашем городе. Вот мы смотрим, да, оно все очень пастельное и очень спокойное. Когда на тебя вдруг летят бабочки посреди зимы и светит солнце, ты говоришь, боже мой, да я счастлив. Вот тут солнце есть уже хорошо, а тут еще и бабочки на меня летят. Это замечательно. Борьба за лотой велась неспешно. Среди работ – картины известных петербургских художников, дизайнерские украшения и предметы. Аукцион приурочили к завершающейся в скором времени навигации на акватории Петербурга. Торги прошли в необыкновенной атмосфере. Вдохновившись открывающимися видами на реки и каналы, можно было приобрести пейзаж, мимо которого в это время проплывал теплоход. Одновременно ты путешествуешь по рекам и каналам, смотришь вечерний Санкт-Петербург. И в то же время наши художники проводят аукционы, где они предлагают свои работы. Дорогие и недорогие – дело не в этом. Они сегодня прокландируют то, что называемое искусством, без чего жить невозможно, без чего жизнь не праздник. Они просто молодцы. И вот сегодня несколько работ, которые я здесь видел, они у меня действительно очень интересны. Интересны художники. Все это создает радость и добрая обстановка в жизни. Они молодцы. Корабль художники из Старой Петербурга, который мы видим, с корабля, это совершенно потрясающе интересно. Это здорово. В ходе аукциона продали несколько лотов. Особенно участникам торгов приглянулись дизайнерские чашки и кружки, а также картины художников-маринистов. В Петербурге открылся театр-макет «Петровская акватория». Это уникальная экспозиция, посвященная истории города на Неве и зарождению флота России. Посетители театра имеют уникальный шанс увидеть, каким был Петербург в 18 веке, понаблюдать за жизнью вельмож и простого люда, увидеть старинный морской порт и корабли Петровской флотилии. Удивительный, захватывающий петербургский микромир. Увлекает настолько, что находиться здесь можно бесконечно, наблюдая каждую сцену. Здесь во дворцах кипит придворная жизнь. Знать спешит с бала на бал в каретах. Гуляния и пикники в парках. Кулачные дуэли за сердце прекрасной дамы. Простой люд работает, не покладая рук. Пасутся лошади и коровы. На тучковом буяние разгорается пожар. Причем театром управляет сам зритель, нажав интерактивную кнопку. Так в движение приводится портовый кран. На стапелях Адмиралтейства строится фрегат. Водную гладь разрезают корабли, чьи мачты возвышаются над зданиями. У нас на этой акватории разного размера судов и кораблей будет порядка 150. И как на старых гравюрах, там сплошные мачты, паруса и так далее. Иногда художники, конечно, приукрашивали видописы. Но по истории, скажем, Петербургского порта известно, что в год приходило по нескольку сотен кораблей торговых. В театре-макете главная акватория. Самое сложное было оживить парусный флот. Чтобы корабли ходили в безаварийные походы, применили уникальную технологию. Над акваторией расположены камеры, которые отслеживают положение кораблей. В соответствии с этим положением они принимают решение, куда кораблю двигаться. Под макетом расположено огромное количество катушек, больше тысячи. И за счет этого, за счет того, что камеры увидели, уже принимается решение, куда направлять корабль вот этими катушками. Корабли здесь специальные, а не обычные стендовые модели. Большая часть корпуса судов из пластика изготовлена в Петербурге. Детали создаются с использованием 3D-принтера. Работа была проделана очень сложная. Несмотря на большое количество музеев и то, что сам Петербург это музей под открытым небом, так вот как-то в сжатом виде комплексно получить информацию, хотя бы по тому же 18 веку, но практически невозможно. Для этого нужно пустить все музеи. Музей истории города, Эрмитаж, Петродворец и так далее. И мы хотели показать, как быстро русские выучились всем этим премудростью, технологиям и так далее, как быстро они построили город, который построил флот, и в итоге выиграли Северную войну. Этот макет площадью 500 квадратных метров создавали около года. Работало сотни специалистов – историки архитектуры и судостроения, сотрудники музеев, инженеры и моделисты. Исследовались исторические документы, картины и гравюры. Именно потому что Петербург является морской столицей, это навеяло именно воссоздать город того времени, именно 18 века, потому что в том времени практически нет нигде такой сконцентрированной информации, как здесь у нас на нашем макете. В это трудно поверить, но при всем своем масштабе, насыщенности экспозиция будет расширяться. Появятся новые объекты, увеличится количество кораблей, которые будут грузиться в порту и даже сражаться в баталиях. Всего будет 25 тысяч персонажей в оригинальных исторических костюмах – от пастухов и крестьян до Петра I и Екатерины II. Экспозиция будет еще интереснее, значит, увлеченному посетителю уйти из Петровской акватории будет не так просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...